Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре. Ну не пять, Вика, а как минимум шестьдесят минут. Тебе нужно отработать, чтобы пойти встречать Новый год с чувством перевыполненного долга. Ну, Виталик, ты умеешь все испортить. Почему это? Между прочим, себе тоже нужно отработать целых шестьдесят минут. Ладно, Вика, нам нужно отработать шестьдесят минут, и мы этот долг выполняем с удовольствием. С вами Виктория Нечаева. И Виталий Матюшин в эфире финальный в этом году выпуск программы «Бугинформ». И мы говорим всем брещанам добрый вечер, дорогие друзья. Всем добрый новогодний вечер. 2019 год уходит. А каким был он для всех брещан, чем запомнился, какими яркими событиями, ведь событий ярких, неповторимых было столь много. Брест – город-юбиляр, тысячелетний город. Брест отпраздновал свое тысячелетие. И это был наш общий праздник, потому что какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традиции. Мы по праву гордимся историей Бреста, его современными достижениями и верим в его большое будущее. Летопись нашего древнего города золотыми буквами вписана в историю Беларуси. Брещане преданы своей малой родине и своим каждодневным трудом приумножают то, что было сделано нашими предками. Брещане многого добились в уходящем году. Наш город стал лучшим, успешнее, богаче и красивее. Счастливее. И поэтому сегодня мы, несмотря ни на что, искренне радуемся наступлению Нового года. Встречаем его с надеждой и мечтами о будущем. Где бы мы ни были в эти минуты, атмосфера удивительной новогодней ночи согревает наши сердца. Мы расскажем вам, дорогие брещане, о том, каким стал 2019 год для всех нас. Мне кажется, Вика, Анастасия Ноздрин-Плотницкая может нам помочь в этом вопросе. А вот и Настя, привет. Привет, привет. Мы так тебя представили, солидно. Наверное, и сюжет будет основательным. А вы в этом сомневались? Ведь 2019 год стал исторической вехой в жизни Бреста. Эти 365 дней прошли под грифом «тысячелетие». Шаг в новый этап шел через реформации и преобразование. Сколько всего было сделано для того, чтобы миллениум Брест встретил достойно, как это полагается городу, с такой историей. И пусть многочисленные войны и пожары не оставили нашему юбиляру аутентичных средневековых зданий, за то силы свыше наградили его жителей памятью, которая сохраняется и поддерживается, а также особым трудолюбием. Отрадно осознавать, что свой Брест его жители к тысячелетию обустроили сами. От благоустройства отдельных дворов до возведения крупных знаковых объектов. Везде работали брещане. А то, что сделано своими руками, всегда ближе, роднее и дороже. Литмотивом уходящего года стала экономика, а точнее ее детальное развитие. Поддержка бизнеса как форма стимулирования региональной активности была поставлена во главу угла. От формата битуби до конкретных договоров и контрактов. Так велась работа целый год в формате встреч, форумов, конференций. Большой исторический повод стал хорошей возможностью пригласить зарубежных партнеров увидеть потенциал города и определить те направления, которые были бы интересны для развития. Сегодня такой формат общения дипломатов и бизнесменов действительно актуален. Шанс на других посмотреть и себя показать. А показать брещану действительно есть что. Продукции заводов и фабрик областного центра не сходят с прилавков других государств. Ее знают, ее любят и воспринимают как качественный бренд. Второй экономический форум смог выявить новые приоритеты и интересы. Туристическое направление. Мы рассматриваем приглашение граждан Белоруссии в Грузию, развитие наших совместных взаимоотношений и также приглашение грузинских граждан в Белоруссию для укрепления дружеских отношений и туристического потока. Мы приехали, посмотрели ваш город, очень нам понравилось. Так что я думаю, это не первый раз. И еще наших друзей, товарищей посоветуем, я думаю, что еще ни один раз не приедем к вам. Мы подписали соглашение для сотрудничества в области туризма, социалного политика, социално-экономическое сотрудничество, но я думаю, что они имеем еще возможности. Может быть огромный торговский обмен. У меня муниципалитетов есть очень сильно развита с хозяйственное производство. Наши народы ми очень близки. Я думаю, что здесь для нас Българов очень приятно, очень интересно и экономически изгодно. Ответный ход крупных бизнесменов – реализация принципов социальной ответственности перед своим городом. Компания «Савушкин Продукт», кроме выпуска качественных молочных продуктов, активно занималась благоустройством парка мира. Развернувшийся здесь традиционный фестиваль «Облака молока» собрал рекордное количество гостей. С первых и до последних минут организаторы попытались поиграть на струнах брестской души. И сделать это получилось. Вообще, в этом году многие активности посвящены тысячелетию города. Организаторы предлагали вспомнить свою историю и бережно относиться к богатым традициям родного города. Историческая тематика – это очень колоритно. Да и свое всегда ближе и понятнее. Мы работаем для людей. Мы прекрасно понимаем, что все наши продукты, которые мы выпускаем, производятся для маленьких и взрослых жителей Беларуси и жителей зарубежья, 30 стран, кстати, в которые мы поставляем наши продукты. И мы понимаем, что люди будут охотнее покупать ее, если они увидят своими глазами, как же производятся эти продукты и с какой любовью наши сотрудники его делают. Потому что в каждой баночке, в каждой частичке нашего сыра, кусочки, в каждой капельке нашего йогурта – это труд наших сотрудников. Еще одно предприятие – Брестский мясокомбинат – внесло свой вклад в празднование тысячелетия. Семейный фестиваль «Любовь есть» стал его дебютным проектом. Это тот вариант, когда предприятие может и готово участвовать в жизни города не только как качественный производитель, но и как активный участник общественной жизни. В целом, сегодня экономика Бреста имеет положительную динамику развития. У города есть свои драйверы экономики, которые могут давать и показывают хорошие результаты. Сделать так надо сейчас нам, чтобы в 2020 году сохранить вот эти темпы социально-экономического развития города, сохранить вот это движение города вперед, а то, что точек роста есть, как сейчас модно говорить, драйверы роста, в нашем городе есть – это абсолютно бесспорно. Более того, в 2020 году мы должны использовать тот фундамент, который сделан в тысячелетнем городе, чтобы именно на этом фундаменте двигаться вперед. Подготовка самого города к тысячелетию велась заблаговременно. Еще в 2016 году президентом Республики Беларусь было подписано распоряжение номер 142, согласно которому утвержден фронт необходимых работ. Особое внимание было уделено транспортному сообщению и строительству новых мостовых сооружений. Так в областном центре сначала появился обновленный Кобринский путепровод, что позволило увеличить пропускную способность. Сейчас в каждом направлении по три полосы – отдельная для общественного транспорта. Внизу моста – пешеходный туннель. Предусмотрена парковка. Когда мы к этой теме подошли, внимательно обследовав тот старый путепровод, мы поняли, что это уже ситуация, ну, просто аварийная практически. Поэтому благодаря, прежде всего, главе государства, который этот объект включил в распоряжение по тысячелетию, у нас получилось забить, как говорится, вот это финансирование – деньги областного бюджета. Ну и, конечно, самая сложная была тема, она сегодня звучала, это каким образом сделать мост, не перекрывая движение. И то, что сделали здесь наши генподрядчики и субподрядчики – это просто подвиг. Западный обход, вторая очередь – 32 месяца. Именно столько понадобилось брестским строителям, чтобы над большим железнодорожным переездом появилась новая современная надземная магистраль. Общая длина путепровода с учетом кольца и четырех съездов – более 2,5 тысяч метров. Транзитная часть комплекса предусмотрена для четырехполосного движения. Центральный – большая развязка, обеспечивающая беспрепятственное продолжение движения в любом из направлений. На улице Зубачева – дворникова лейтенанта Рябцева брестских дивизий. Участие в торжественном открытии уникального проекта дорожной инфраструктуры принял президент. Общаясь со строителями, глава государства подчеркнул особенно – они подарили городу в первую очередь здоровье. Это не просто дорога, это здоровье жителей города Бреста. Мы убираем огромные потоки транспортных средств с города и направляем их в обход. Вы выполнили не только мое поручение, а сдержали свое слово. Построили путепровод, который слезал берега реки Муховец, погранпереходы Варшавский мост и Козлович. Когда я приехал сюда первый раз, и вы мне о своих планах рассказывали, как это будете делать, я немного сомневался, что вы сможете это сделать в срок. Но оказывается, вы этот уникальный объект построили с опережением на два месяца. Молодцы, значит, умеете это делать. Конечно, внимание заслуживает и тот факт, что на строительстве западного обхода были задействованы только брестские организации. Это Александр Лукашенко отметил особенно и добавил, что лучшие подарки городу делаются руками его жителей. С любовью, с пониманием того, что в первую очередь это нужно им самим. А благодаря ответственной работе строителей и их особому подходу к делу, реализовать задуманное удалось в довольно сжатые сроки. Не на словах, а на деле вы внесли свой вклад в развитие Беларуси, в страны, для нашей жизни, для жизни наших детей. И, как говорят народы, лучший подарок тот, что сделан собственными руками. Брещане этот объект построили, сделали собственными руками. Это хороший подарок тысячелетию города. Но не только дорожная инфраструктура оказалась в центре внимания. На карте города был возрожден городской сад. Силами специалистов ЖКХ и при поддержке предприятий обновилась набережная. Сегодня ее пешеходная часть уже пересекла территорию бывшего речного порта. В рамках подготовки города к тысячелетию был построен Дом правосудия, открыто новое здание станции скорой медицинской помощи и пожарная часть, школа, детские сады. Тысячелетие дало новый толчок развитию всех сфер и задало темп для следующих шагов по преобразованию благоустройству. Приоритеты на ближайший год уже определены. Все больше и больше работает наша переработающая промышленность в тех сегментах, за которых они закрепились. И, к сожалению, меняется структура промышленного производства. Но как к сожалению, наверное, это объективные процессы, что уходит определенный сегмент машиностроительного производства, уходят другие виды деятельности. Видим большие резервы, конечно, и в развитии туристического потенциала. Ведь не секрет, что большинство, ну не большинство, многие города, даже в основном за счет туризма, живут. Поэтому те моменты, которые сделаны с точки зрения решения главы государства по безвизовым зонам, по объединению безвизовых зон, это тоже очень серьезная опора, на которую можно двигать город в 2020 году. Поэтому главная задача, чтобы в 2020 году, во втором тысячелете нашего города, допрещение Японии, что город становится еще лучше, еще краше. Сегодня Брест вступает в новое тысячелетие, и в городские улицы радушно встречают каждого гостя изумительной иллюминацией. В двух районах города зажглись новогодние ели, возвещающие о приходе самых радостных и трогательных новогодних и рождественских торжеств. Пусть также тепло и светло будет в домах всех жителей областного центра. С праздником! Ах, этот волшебный праздник – Новый год! Праздничная атмосфера проникает повсюду. Все готовятся к его встрече. Этот праздник уже давно считается самым долгожданным, любимым. Его с нетерпением и надеждой на чудо ждут все. А еще он самый сказочный, самый добрый и любимый всеми. Праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году. Время волшебных подарков и радужных фейерверков, исполнения желаний. А в год белой металлической крысы, уверена, Мирослава Коваленко, все загаданное исполняется. Привет, ребята! С наступающим Новым годом всех-всех-всех! До Нового года остается всего ничего. По восточному календарю он действительно будет годом белой металлической крысы. 2020-й считается очень важным, по-настоящему значимым для всех знаков зодиака. Поэтому поселить дома этого зверька нужно обязательно. Кстати, не обязательно покупать фарфоровую или металлическую игрушку этого зверька. Лучше сделать его собственными руками, как брестская рукодельница Елена Тобыш. Вот я уже одну такую изготовила серенькую мышку. Сегодня мы сделаем подружку для этой сырой мышки, белую. Для этого нам понадобится флиз, для наполнения синтепон, нитки, иголка, ножницы. Ну и из какой-нибудь яркой ткани можно сделать шарф для мышки. Для создания символа 2020-го понадобится не больше часа времени. Исправиться с этой задачей сможет любой новичок. Главное – все делать пошагово. Небольшой кусочек ткани мы раскладываем, берем выкройку, обводим, вырезаем и начинаем шить. Получившиеся детали из флиса аккуратно сшиваем вручную или с помощью швейной машины. Не забываем оставить небольшое отверстие, чтобы вывернуть будущую мышку наружу. Далее наполняем зверька синтепоном. В этом деле правило золотой середины работает как нельзя точно. Главное – не переборщить и не пожалеть наполнителя. Ну так, чтобы она держала форму. То есть не обязательно наполнять битком, просто очень-очень как бы много, но чтобы она могла стоять и держать форму. Для глазок мы используем черный бисер. Для серой мышки я использовала белый бисер. Есть еще такие продолговатые бусинки, которые мы приклеим, сымитируем зубки для мышки. А пока можно заняться шарфиком для грызуна. Для этого из яркой красной ткани вырезаем тонкую полоску флиса. Такой материал как флис, потому что он не сыпется. Особенно для новичков он очень хорош в работе. Не видно все стежки, скрывает форс этого материала. Он слегка как бы тянется, податлив, очень удобно шить и не надо обрабатывать края. Завязываем красный шарфик на шее, чтобы символ года не замерз. Последний шаг – пришить бусины для имитации глаз и зубов. Вот и все, наша мышка готова. Такие самодельные атрибуты всегда создают особую атмосферу в доме и привлекают удачу, считает Елена. Я всегда встречи Нового года готовлю заранее и основательно, потому что перед новогодними праздниками хочется создать такую сказочную, волшебную атмосферу. И я очень часто использую именно вещи, созданные своими руками. Потому что, ну вот, допустим, я создала елочку, сейчас специалисты рекомендуют Новый год встречать в белых, серых и серебристых тонах, чтобы весь год был удачным. Вот поэтому я из природного материала, белых и серебристых шаров, сделала такую елку. Вот, думаю, она как бы украсит наш новогодний стол. Я всегда тоже стараюсь сшить символ Нового года. Вот в этом году это мышка, которая тоже будет присутствовать на нашем празднике, чтобы год приносил нам удачу, счастье и любовь. Новый год – семейный праздник, поэтому сегодня мы встречаем его в кругу друзей, а уже совсем скоро будем встречать Новый год в кругу своих родных и близких. Тех, кто любит и ценит нас, несмотря ни на что. Именно в этот день происходят незабываемые встречи, исполняются самые заветные желания, возможны самые невероятные чудеса. Наша дежурная по предновогоднему Бресту Ирина Кузьмич узнавала, верят ли брещане в чудеса. Всем привет! Осталось совсем немного до самого главного праздника – Нового года. А сейчас мы попробуем узнать, верят ли брещане в чудеса. Мы верим в новогоднее чудо. Я даже верю в новогоднее чудо. Хоть мне и 15, но я до сих пор верю в Деда Мороза. Ну да, новогодние чудеса, все, мне кажется, верят в них. И это предпраздничное настроение всегда такое, ну загадочное настроение, когда ты веришь в чудеса новогодних. Да, конечно же, куда же без чуда. В серого праздника волшебства. Очень ждем Новый год, встречаются все чудеса и сбываются. Да, мы верим. А расскажите, что ждет в Новом году? Подарки. Подарки, веселья. Новый год, чтобы все хорошо. Хорошее настроение. Лучшее время. Новый год. Новый год, чтобы было все хорошо. Подарки. Все прошло. Все лучше. Забыть о всем прошлом. Но эти чудесные встречи в Бресте проходили на протяжении всего года. Чего только стоит открытие проекта Брест «Культурная столица Содружества Независимых Государств». Давайте послушаем, что говорили о нашем городе знаменитые известные гости. Брест – это замечательный город, город нашей юности, нашей любви. Мы всегда любили приезжать сюда, выступать и в те времена, в давние времена. И сейчас, когда мы живем в нашей родной Беларуси. Мы получили большое удовольствие от посещения, от возможности опять окунуться в эту атмосферу того времени. У них очень большое слабо благодарность. Хочу сказать, что сохраняется и увеличится вот такие памятники, как Брест, которые сохраняют нашу общую историю. Брест, конечно, меня поразил. Построено очень много красивых зданий, люди какие-то все улыбаются. Не знаю, насколько им смешно, но нам было приятно это видеть, потому что люди чувствуют себя дома. Очень красивый город, впечатлил и то, как он устроен, и памятники архитектурные, чистота, аккуратность. Очень открытые, красивые, добрые люди. Он значительно похорошел. Он и тогда был хорошей своей архитектурой, своей аккуратностью, своими людьми приятными. А сейчас он похорошел, он как бы приобрел второе дыхание. И это здорово. Город развивается, у города большое будущее. Ну а главная ценность, наверное, каждого города – это жители города. Поэтому хочу пожелать каждому жителю Бреста счастья, здоровья, благополучия городу, процветания, развития и мирного неба. В созвездии культурных звезд и Содружества независимых государств появилась еще одна яркая, сверкающая и неотразимая. Бресту вручили сертификат культурной столицы СНГ. Что ж, пришло время подытожить. Было красиво. За этот год мы показали наши традиции, ценности, нашу историю и культуру. Честное слово. Прямо гордость берет. В 2019-м Брест буквально наполнен искусством. И неудивительно, Брест праздновал миллениум. Состоялись тысячи мероприятий, фестивалей и выставок, концертов и конкурсов, парадов и флешмобов, спектаклей и форумов. Афиша Пестрила открывались новые горизонты межкультурного диалога и потенциала Бреста. Давайте вспомним самые яркие моменты Бреста в культурной столице СНГ. Тысячелетнего Бреста. Бреста самого красивого города на всей земле. В плеяду жемчужин культурных столиц Содружества Брест вошел ярко и эффектно. На протяжении всего 2019-го город над Бугом был эталоном культурной интеграции. Масштабная годовая программа позволила нам познакомиться с выдающимися деятелями культуры и произведениями искусства самых разных стран СНГ. Афиши о выступлениях именитых артистов и известных коллективов пестрили. Белая Вежа, Январские музыкальные вечера, военно-историческая реконструкция, защита Брестской крепости, фестиваль хорок мальчиков и танцевальная радуга. В каждом из них принимали участие гости или так и хочется назвать наши друзья из государств Содружества. На протяжении года брещане познакомились с многообразием культуры из 11 стран. Вы знаете, с самого начала было очень страшно, потому что нужно было не только показать, что у нас в Бресте, именно из культурных событий происходит, не только принять гостей из разных стран СНГ, но и удивить, удивить чем-то, что еще не было. Ну и еще, тоже очень, чтобы важно, осталось что-то в Бресте от этого всего, от этих событий. Сейчас вот уже я подвожу итоги и вижу, что вот этот статус, он действительно разнообразил культурную жизнь не только города Бреста, но и Белоруссии. Мероприятия стартовали с начала года, но официально Бресту был присвоен статус культурной столицы в апреле. Церемония, которая длилась более пяти часов, казалось, собрала весь город. Действие проходило в спорткомплексе «Виктория». Организаторы с первых минут шоу обозначили – никакой скуки, будет грандиозно. Брест встречает гостей очень тепло и с огромным желанием встречает своих гостей. Сегодня утром мы уже провели круглый стол, посвященный интеграции культур. И я думаю, что Брест – самая точка попала, потому что культурная столица, программа, она именно нацелена на интеграцию, взаимопрогащение культуры. Брест – один из самых уникальных городов нашей страны. Мы очень благодарны, что Международный фонд дублитарного сотрудничества выбрал наш город для того, чтобы принимать гостей из разных стран. Масштабно, шумно и очень волнительно. Перед моментом, когда огромный мир Брестской культуры распахнулся, для широкой публики к центральной сцене прошли представители Министерства национальных культур-содружества для официальной передачи почетного статуса. Зал молча наблюдал за происходящим. Сертификат культурной столицы СНГ Брест получал под громогласные аплодисменты. Сертификат о присвоении статуса культурной столицы сотрудничества городу Брест, Республика Беларусь. Уважаемые высокие гости города Бреста, дорогие плечяне, гости города, прежде всего хотел бы поблагодарить глав государств Содружества за высокое доверие нашему городу именно в 2019 году быть столицей, культурной столицей Содружества. Мы воспринимаем этот сертификат во многих ипостасях. Прежде всего, конечно, это подарок нашему городу в год его тысячелетия. В то же время... В то же время этот сертификат – это огромный кредит доверия нашему городу. Кредит доверия высоко нести планку культурной столицы Содружества. Стран, каждый из которых имеет свою неповторимую национальную культуру. Обещаю, что город Брест достойно выдержит это высокое звание и достойно в следующем году передаст этот высокий статус следующему городу Содружества и независимых государств. Спасибо за доверие. А далее была яркая концертная программа. Зрелищная, блистательная, головокружительная. Вот так как-то очень по-белорусски выглядела церемония приобретения статуса культурной столицы. Насколько все происходящее было понятно иностранным гостям, судить не беремся. Понятно одно, здорово, если это подвигло их узнать что-то большее о Бресте. Удивительный город, удивительные люди, очень хорошее мероприятие, организация великолепная, город исторический. Для нас это очень волнительно, очень ответственно, потому что это очень крупное мероприятие. И вместе с тем нам нравятся именно такие фестивали, потому что это возможность познакомиться с другими коллективами, подружиться и узнать немножко об их культуре и объяснить про нашу. Ну а самое интересное было заготовлено на сентябрь, когда Брест официально праздновал свое тысячелетие. Приезда в город над Богом президента Беларуси Александра Лукашенко ждали. И волнующее мгновение, которое хочется пережить, вновь случилось. В честь большого юбилея Александр Лукашенко сделал, пожалуй, лучший подарок городу и горожанам. Вручил экземпляр Брестской Библии, один из старейших изданий на территории Беларуси. В такой знаменательный день примите еще один дар, достойный такой великой дар. Это экземпляр Брестской Библии, той Библии, о которой я говорил, отпечатанной здесь почти полтысячелетия назад, в год Малой Родины. Эта вечно живая книга возвращается к себе домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. Мечты сбываются, и в этот миллениум, тысячелетие, нашему музею посчастливилось стать обладателем такого замечательного. Я даже, мне не очень-то хочется называть Брестскую Библию экспонатом, потому что это историко-культурная ценность нашей страны. В ближайшее время мы планируем, конечно же, на всеобщее обозрение выставить и наше оригинальное издание Брестской Библии. Просто сейчас ведутся переговоры и работы с теми людьми, которые будут создавать специальную витрину со специальным климат-контролем активным. Ярким событием также стал карнавал. Он растянулся на несколько километров. Каждое предприятие оригинально оформило свое мини-представление. Участвовало немало гостей иностранцев. Глаза разбегались. Организаторам удалось создать на лицах людей улыбки и раскрасить Брест во все цвета. Но для того, чтобы назвать культурную жизнь города яркой, есть еще ряд причин. К примеру, музыкальное. Не менее фееричным событием стал первый в истории фестиваль дружбы с участием коллективов странца дружества и парада оркестров СНГ. Последний, к слову, настолько оказался успешным, что будет иметь продолжение. Музыкальный форум проходил на протяжении трех дней. Он стал настоящей жемчужиной культурного жерелья. Руководил парадом, в котором приняли участие 11 коллективов. Автор идеи, главный дирижер Брестского городского духового оркестра Валерий Коваль. Я счастлив, что получилось. И получилось достойно. По оценкам, главное, что была оценка людей нашего, можно сказать, народа, который здесь был на праздновании тысячелетия, руководство города отметило. И было заявлено в один голос, что этот парад оркестров надо продолжать. Подытожим. Не интересуетесь культурой – уместнее повода для того, чтобы начать интересоваться, не будет. Ведь в этом году культура Бреста получила новый импульс развития. Десятки мероприятий прошли с приставкой «Впервые». Сто мероприятий состоялось со статусом «Международное». Особый вклад внесли учащиеся детская хореографическая школа имени Погодина. Свой труд, энергию и душу дети вложили в более 20 проведенных мероприятий. Это репетиции. То, как мы готовились к миллениуму, мы же начали готовиться к нему за месяц. И дети постоянно, целыми днями пропадали на репетициях. То есть, тяжело было очень детям, физически даже. Детям очень нравилось участвовать в этих мероприятиях. Они бежали, спешили. Хоть это было и тяжело, приходилось много освобождать их от школы, от учебных занятий. Нам приходилось перекраивать свой учебный процесс. Но это все очень здорово. Тысячелетний Брест невелик территориально, но богат духовно. В культурном календаре и сегодня десятки инициатив, выставки, концерты, фестивали, спектакли, конференции и парады. Обогащение городской афиши, кажется, процесс непрерываемый. Брест показал, ему есть чем поделиться с другими. А еще доказал, все же прочнее нитей, которые соединяют культуры народов, нет. Культура, она объединяет народы. Вы знаете, очень много есть таких событий, которые нас разъединяют. Очень много. А культура, вот она одна объединяет, потому что она общая. Очень много есть предложений. Увидев масштабность проведенного нами мероприятия, особенно мероприятия, на которые посетило почти 70 тысяч человек, это наше шоу «Миллениум», уже многие приезжают, в том числе и иностранцы, и предлагают сделать проекты. Брест узнали за этот год очень многие, поэтому я так думаю, что жизнь культурной столицы Содружества мы уже не будем в следующем году, но жизнь не перестанет кипеть. Я так думаю, что культура будет развиваться и появится, будет все равно появляться новое, интересное, потому что есть работники культуры и есть брещане, которые хотят, чтобы это было. Вика, ты обратила внимание на то, какие красивые в нашем городе люди. А девушки какие? О девушках потом, Виталик. Давай лучше послушаем Мирослава Коваленко. Она знает, что будет в моде в текущем зимнем сезоне. Да, ребята, действительно, это наиболее часто задаваемый вопрос прекрасной половины человечества. Каждая девушка хочет даже в холодную пору оставаться элегантной и обворожительной. Мода зимы 2020 года уже подготовила удивительно стильные новинки на любой вкус. Это подтверждают ведущие стилисты Бреста. Креативный директор всемирно известного бренда Алена Горецкая рассказала все подробности удачного лука. Лидирующим трендом 2020 года все равно остается 90-е с их гипертрофированными плечами. Кожа. Кожа просто возглавляет все модные тренды. Можно носить прям потол-лук кожаный, не стесняясь этого, во всех проявлениях. То есть это и жакеты, и плащи, и тренчи, и брюки, и так далее. И вообще вот гранжевый стиль, он как-то невероятно захватил просто все подиумы. То есть вот эти грубые ремни какие-то с цепями, то есть обилие вот этого металла. И в украшениях, и в аксессуарах различных. По-прежнему остаются в тренде гофрированные, плетированные юбки и платья. Второй год подряд эта мода не сходит с подиумов и зимой 2020-го не собирается сдавать позиции. Я хочу показать платье с гипертрофированной линией плеча. Вот такое очень актуальное, очень модное платье, которое мы предлагаем для Нового года дополнять портупей. Но в принципе в обыденной жизни его также можно носить как с обычным ремнем, так и вот в таком вот виде, дополнив какой-то более повседневной обувью. Или еще один вариант платья я хочу показать. Это вот такое, эта ткань имеет легкий накат блеска, которая также актуальна как для новогодних праздников, для выходов каких-то вечерних, для коктейлей, для встреч с друзьями, так и для офисной, наверное, какой-то ситуации. В качестве вот такого дополнительного интересного аксессуара для нарядного использования этой модели, вот такие вот у нас остротрендовые плечи с цепями, с перьями, с кожей. Профессионалы также советуют не закидывать новогодний наряд до лучших времен. Его можно обыграть иначе и носить еще весь следующий год. Вот мы берем, например, шелковое платье. Такие платья прекрасно сочетаются с жакетами, с, опять же, расширенной линией плеч. Вот, например, мы берем пиджак мужского окроя и прекрасно сочетаем вот с таким подобным платьем. Также юбка прекрасно подойдет, например, шелковая, либо гофрированная. Вот такие варианты. Очень актуальны, очень интересны, очень женственны будут смотреться, несмотря на такой немножечко брутальный вид. Кстати, такая мода не имеет возрастных ограничений, говорят специалисты. Главное, чтобы она чувствовала моду, любила моду, чтобы она органично себя чувствовала в этой одежде и достойно ее несла. Потому что если женщина сама будет комплексовать, то, соответственно, окружающие не воспримут ее наряд в том варианте, в котором она хочет его подать. Теперь вы знаете, на какие тренды стоит опереться при выборе одежды зимой 2020-го и почему не стоит забывать о новогодних платьях. Ведь родиться красивой – это подарок природы, а оставаться модной – это нелегкий труд и советы профессионалов. Новый год к нам мчится. Или мы к нему – это смотря с какой стороны посмотреть. Во всяком случае, стремиться к чему-то лучше всего в хорошей компании. Ты это кого имеешь в виду? Да, конечно же, нас. Мы ведь такая дружная компания во всех смыслах – «Буговцы». Так по-доброму нас называет наш редактор. Давай пригласим ее к «Барьеру» и зададим несколько вопросов. Лариса Владимировна, идите к нам. К какому это «Барьеру» вы меня хотите пригласить? Лариса Владимировна, на ваш взгляд, какое самое основное, самое значимое достижение случилось с нами, с телекомпанией «Буг ТВ», с нашим коллективом в этом году? Ну вот я пришла не с пустыми руками. Видите, вот такое свидетельство. Памятный знак к тысячелетию Бреста. Я считаю, что в этом году это весьма значимая награда для всех нас, для всего коллектива «Буг ТВ». Потому что мы, ребят, мы столько работали, столько снимали, монтировали. Ну, я думаю, что это очень здорово. Да, действительно, это очень значимо. А на ваш взгляд, что поспособствовало этому? Да что может поспособствовать это мы? Наши журналисты. Виктория Нечаева, Анастасия Назрин-Плотницкая, Мирослава Коваленко, Ирина Кузьмич. Наши операторы. Эдуард Бакунович, Павел Малошонок, Григорий Пекарский. Наш режиссер монтажа Дмитрий Лазарчук и Александр Макаревич. Я, редактор. Наш диктор Виталий Матюшин, шоумен. И вообще, мы замечательная, классная команда, команда профессионалов. И я думаю, что зрители поддержат меня в моем мнении. Они голосуют за нас пультом, они голосуют за нас рейтингом, они нас любят, они нас смотрят. А вам с нами легко? Какие мы команда БУК-ТВ? Вы знаете, наверное, мне с вами просто хорошо. Потому что вы, еще раз повторю, вы все замечательные. Я люблю вас каждого и всех вместе. Лариса Владимировна, заключительный вопрос. Что хочется пожелать нашему коллективу в следующем году? И в целом, какие ожидания от Нового года? Ожидания? Ой, вопрос коварный. Просто коварный. Ожидания какие? Чтобы мы работали вот такой командой долго-долго-долго. Чтобы нам помогали, чтобы нас поддерживали. Я имею в виду и город, и Брещан. Ну, наверное, всех-всех-всех. А желаю я нашей команде, команде буговцев и буговок успехов, профессионализма. Чтобы, ребят, чтобы у вас все сбывалось, все получалось. И мы радовали всех зрителей наших и сами себя нашими успехами. Даже не ожидал, что мы все такие классные. Надо собраться за одним столом всем буговцам. И буговкам, как сказал, звучит. И стол, чтобы был такой шикарный. Кстати, о праздничном столе. Как сделать его ярким новогодним? Давай посмотрим сюжет нашего эксперта Мирослава. Она в этом знает толк. Что главное в новогодних праздниках? Не подарки и не елка, и даже не шампанское. Главное – это настроение чуда и волшебства. Лучше всего оно ловится в приготовлениях, которые сами по себе уже часть праздника и новогодней магии. И это не только кулинарные хлопоты, уверяет брещанка Анна Ясинская. Праздничную атмосферу создает и необычная сервировка стола. Чтобы новогодний стол был ярче, мы добавили красных акцентов. Также мы сделали открытки ручной работы. Для каждого гостя индивидуальное поздравление. Такая открытка сразу погружает каждого гостя в атмосферу леса. Она декорирована веточками туи, шишками и блестящими бусинами. Такое сочетание в паре с добрым поздравлением от хозяйки сразу настраивает на праздничный лад. Но и это не все сюрпризы от Анны. Также для каждого гостя я подготовила волшебный шар с пожеланием. И внутри будет мышка. Каждый гость может открыть шар и прочитать, что ожидает его в следующем 2020 году. Для декора стола также можно использовать различные украшения. Например, я приготовила сладкие бонбоньерки, тоже для каждого гостя. Это вырезанная коробочка, тоже ручной работы. И в каждой коробочке здесь лежит приятный сладкий сюрприз – конфета. Анна уверяет, если на вашем новогоднем столе не будет символа зверька наступающего года, то загаданные в новогоднюю ночь желания вряд ли сбудутся. Поэтому серебристая мышка занимает главное центральное место на праздничном столе. И не забываем о главном символе. Новый год не может обойтись, конечно же, без елки. Елку мы тоже украсили в серебристо-красных тонах. Серебристые цветы, шары, белые бусины – это все предшествует 2020 году. Около елки стоит наш Дед Мороз, который исполняет все заветные наши желания. Такие минимальные украшения создадут нужную атмосферу, и фантазия в этом деле уж точно пригодится. К Новому году мы готовы и желаем всем вам в 2020 году счастья, здоровья и любви. Считается, что в праздничную ночь все должно быть идеальным, поэтому наряду с дилеммой о сервировке стола всегда возникает вопрос, что приготовить на Новый год. Своими советами поделится шеф-повар кафе «Карпа Дием» Михаил Цапков. Что мы будем готовить сегодня на новогодний стол? Мы сегодня с вами будем готовить перепелок в медовом маринаде с ризотто и зеленого горошка и ягодным соусом. Хорошо, с чего начинаем? Начинаем. Для начала мы протушили наших перепелок для того, чтобы они внутри были более мягкие. То есть два часа мы как минимум их тушили на медленном огне и придали им аромат. То есть мы добавили туда чуть-чуть специи, чуть-чуть душистого перчика, чуть-чуть розмарина, чтобы пахло лесом. Это же все-таки Новый год. И должно придаваться ощущение ели. А розмарин очень схож с этим. Такие хвойные перепелки варились два часа на медленном огне. Далее они ждут фаршировки. Для этого понадобится смесь из сыра фету, творожного сыра рикотта и шпината. И снова зеленый цвет преобладает. Я беру себе одну и вам одну. Беру рукав и давлю только вот этими двумя пальцами, наполняя перепелку сыром. Далее придание цвета и вкуса нашей перепелке. Мы выложили их на противень и я здесь подготовил ежевичную глазурь. То есть состоящую из меда, соуса теряки и ежевики самой по себе. Мы берем кисти и просто смазываем наших перепелок. Почему это блюдо именно выбрано в год? Белые крысы? Да. Ну, хотя бы по размеру. Потому что я начал ориентироваться от размера. Идентичная размеру крысы получилась перепелкой, либо рябчики. Это точно перепелка. Она еще с утра была живая. После щедрого глазурирования перепелки отправляются в духовой шкаф на 5 минут при температуре 200 градусов. Чем быстрее на большой температуре она сделает карамелизированную корку сверху, тем она будет сочнее внутри. То есть мы ее не высушим. И сыр не даст нам высушить ее, потому что она у нас фарширована. Кто лучше, чтобы готовил на новогодний стол мужчина или женщина, муж или жена? Вообще, это семейный праздник. Поэтому я считаю, что это нужно делать все вместе. Либо кто-то из них накрывает на стол, а кто-то готовит, либо наоборот. То есть, ну, тоже кто преобладает в паре. То есть, если кто-то готовит лучше, как у меня, например, то... Не то, что я хвалюсь, то буду готовить именно я, а она будет фантазировать на столе. Пока перепелки ждут своего часа, самое время приготовить гарнир. Предварительно замоченный в воде рис высыпается на сковороду смазанную смесью подсолнечного и сливочного масел. Обжаривается за несколько минут до готовности. Добавляем белое сухое вино и выпариваем его. Далее смешиваем рис с муссом, в состав которого входит зеленый горошек, бульон и сливки. И формируем кнелики. Кто как может. Михаил профессионально, а я как получится. Правильно или нет? Сейчас, сейчас, секундочку. Вот так, да, и соскапливать. И сейчас то же самое. Все, получилось? Да, и вот так вот положить сейчас. Я иду, я иду. Как-то так. Дело остается за малым сформировать праздничное блюдо и украсить. В нашем случае украшением стал зеленый горошек и кисло-сладкий соус. Вот это наше новогоднее блюдо. Перепелка, фаршированная двумя видами сыров и шпинатом. Ризотто из зеленого горошка и ягодный соус. Пускай вам будет вкусно в 2020 году. С Новым годом! Новый год. Время обещаний и веры в то, что с утра все начнется заново, станет лучше и счастливее. Самый главный подарок, который дарит нам каждый Новый год, это надежда на лучшее. И это неудивительно, ведь Новый год – время чудес. А взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети. Дорогие мои земляки, дорогие жители славного города над лугом, легендарного Бреста, мне очень повезло поздравить вас всех с наступающим Рождеством, Новым годом. Ведь вы столько сделали для того, чтобы вашим городом любовался весь мир. Далеко не каждому городу достается такая честь быть культурным центром СНГ. Далеко не каждый город нашей республики Беларусь праздновал такую дату, которую празднули бы тысячелетия. За этот период столько всего свершилось. Брест не узнать, он стал красивым, чистым, аккуратным. И все это благодаря вашему труду, ваших забот, брещания, дорогие мои. С Новым годом! Пусть все сбудется. Пусть ваши желания, которые вы загадаете за праздничным столом, кругу друзей, близких, любимых, кругу ваших коллективов, а эти желания обязательно будут. Я приложу все свое волшебство, чтобы ваше желание обязательно свершилось, дорогие мои. Счастья вам, добра, здоровья и хорошего настроения. Поэтому еще раз повторю, чтобы свершились ваши желания, верьте в сказку. Ведь знаете, тот, кто верит в сказку, это человек добрый душой. У него много друзей, у него всегда хорошее настроение. И я убедился, что сказка, вера в сказку нужна гораздо больше взрослым, чем маленьким детям. Поэтому тот, кто верит в сказку, того я всегда поддержу и помогу, чтобы свершились все ваши желания. С Новым годом! Дорогие обрещания! Я хочу себе на Новый год самую лучшую наковальню. Чего ты хочешь? Наковальню? Наковальню? А что? Ведь говорят, каждый человек кузнец своего счастья. Вот будет у меня наковальня, выкую себе безграничное счастье, море любви и радости. Да, желание у тебя оригинальное. А вот что желают в Новом году брещане, знает наша дежурная по новогоднему Бресту Ирина Кузьмич. Снова к нам пришел сегодня праздник елки и зимы. Этот праздник новогодний с нетерпением ждали мы. Всех брещан поздравляю, конечно, с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, Крестом. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, ну всех благ. Я бы пожелала брещанам любви, потому что здоровья и счастья желают все, это немного банально, но хоть и важно. Пожелала бы большой искренней любви во всех начинаниях успехов и быть добрее. Мы, гомельчане, которые сегодня находимся в городе Бресте, которые мы очень любим, которые нам очень нравятся, перед отъездом в Гомель хотим пожелать всяческих успехов, счастья в Новом году, тепла, добра, чтобы Господь охранял всех вас, чтобы все у вас получилось хорошо и замечательно. Храни вас Бог, мы вас любим, город Гомель с вами. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям и хочу поздравить вас с брещанием. Желаю в Новом вам году поймать удачи на ходу, всех удивлять, все успевать, смеяться и не унывать, любить, надеяться и верить, и счастье на себя примерить. И никогда вам не дужить и просто интересно жить. С Новым годом! В народе говорят, лучшая песня, которая еще не спета, лучший город, который еще не построен, лучший год, который еще не прожил. Так пусть же новый, высокосный год принесет всем нам 366 солнечных дней, обилие добрых встреч и улыбок. Новый год – это всегда старт, начало чего-то непредсказуемого и неизведанного. Поэтому встречать его всегда так волнительно и немного страшно. Но мы желаем, чтобы вступив в новый 2020 год, вы обрели большое счастье, ощутили тепло и благодать. Пусть любовь и благополучие будут вашими верными спутниками на протяжении всего года. С первым шагом в новое тысячелетие Брест и Брещане. С годом новых надежд и свершений. Пусть на протяжении всего наступающего года нас никогда не покидает хорошее настроение и уверенность в собственных силах. Пусть близкие и любимые люди всегда будут рядом. С Новым 2020 годом! Брещане! Дорогие Брещане! Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Уходящий 2019 год для истории нашего города навсегда останется как год тысячелетия. Яркому празднику предшествовала колоссальная работа по строительству знаковых объектов Кобринского путепровода, западного обхода, вводились новые школы, достроен кукольный театр, станция скорой помощи, новый автовокзал и многие другие. Вместе мы обновили дороги, вместе высадили тысячи деревьев на улицах и бульварах, восстановили городской сад, заложили парк тысячелетия, Прибразили набережную. Нам есть чем гордиться, ведь все прекрасное, что было сделано за прошедший год, создано нашими руками. Мы достойно представили город как культурную столицу Содружества независимых государств. На фестивале и празднике в Брест съезжали сотни артистов, тысячи гостей города. Побывав впервые в нашем, Бресте увезли прекрасные впечатления о нем. Мы с гордостью можем сказать, что лучше Бреста нету места. В наступающем году мы продолжим благоустраивать наш Брест. Будем развивать набережную в сторону Брестской крепости, парк тысячелетия. Введем в строй новый детский садик в юго-западном микрорайоне. Будем строить новые дома, обновлять наши дороги. Дорогие друзья, сейчас у меня в руках капсула. В ней послание, которое мы при подведении итогов года адресовали в будущее, на 20 лет вперед, жителям нашего Бреста 2040 года. В нем о том, что бы сделали к тысячелетию. Наши надежды на то, что сделаем за 20 лет после юбилея. Очень надеюсь, что через два десятилетия, в далеком 2040 году, сегодняшнее старшее поколение брещан будет свидетелем вскрытия этой капсулы. А более молодое поколение горожан с удовлетворением отметит свой личный вклад в развитие города. Ну а тем, кто сегодня только начинает свой жизненный путь, давайте пожелаем, чтобы они свои устремления и планы связывали только с городом Брестом. У каждого из нас своя мечта. У кого-то скромная, у кого-то масштабная, да и не одна. Но нас объединяет одно – сделать город лучше. Загадывайте, верьте, воплощайте, и пусть в новом году все у нас спудется. С наступающим новым годом вас, дорогие брещане! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова